по идее должен беги керри команды веги будет очень тяжелё это гирыч ему много не надо ему хотя бы поднять там седьмой восьмой левел какие-то там начальные шмотки там хотя бы те же фэйзы аквила там или пт аквила барабаны и пошел воевать джаггернаут дядя тоже такой который понимает но принимает огэ что против них будет добла будут они напрягать очень плотно а джаггер является тем персонажем который может у него и вардец есть его в интервьюер на случай чего подхилит и в итоге на своей линии он будет себя чувствовать вполне комфортно бруду забанили вега-сквадрон бояться бруду в исполнении у джи видимо ну в принципе есть чего бояться это однозначно так я так понимаю егэ фнатик закончили там один один да егэ фнатик один один играют 5 секунд брудачка у нас забанена и о джи ластбан поджи ластбан посмотрим чего ж тут чего они боятся чего они не хотят видеть у оппонента ну тут как бы два суппорта есть не хватает мидера тоже будет этим мидером пока не ясно его бояться о джи из этих всех мидеров да вот да вот моя не им же еще получается самим нужен мидер что ну и плюс вот же для том конечно что первые мидера своего будут выбирать как раз вега-сквадрон то что можно будет как построиться эмбера баня тоже побоялись а эмбера от нового на еще одного городу это посмотрю на вашем первом стриме virtus proto но снесли линию но погибает и погибает и ухты ухты вот это кстати хорошая комбинация дпшкой с лардер до физдэмэдж идет от ульты дэс профи лардер азу щита за льда и в принципе просто давка чтоб ломать товара теорджи будут небольшие проблемки проблемки но опять же если который будет вешать плюс армор на товара эти товара уже будут не падать от дпшки по идее по идее да но но не настолько это важно ну да это не настолько явно важно ну вот 40 секунд осталось на пик героя в мид лейн для ул джи и это интересно на ком будет играть ноутейл это должен быть герой который будет дпшку щемить желательно чтобы она свою мощь потому что это героя если дпшку защемить в начале то она потом очень долго возвращается в игры нельзя быть в позиции догоняющего и надо всегда доминировать иначе теряется ну да иначе чем хорошим это не заканчивается потому а не особо может а а ей и магна смой это это здание на лейт это заделана нет тоже не особо нравится решили они все таки что агрессию веги сдержать уже его данным набором героев они не смогут только на хайграунде только в затяжной игре когда джаггер там выфармите кучу шмота но посмотрим посмотрим магнусян окей но магнус это далеко не тот персонаж который может в миде не загнобит яну там вопроса бы как бы он там не наумирал лишнего потому что если будет вовремя соло выбегать ну хотя магнуса не так легко это магнуса тяжело убить но говорили как раз таки о том чтобы дпшку как-то сдерживать поначалу ты по щам давать такие персонажи по сути не осталось конь queen of pain могла бы нормально лицо бить пешки но на в бане в общем ладно будем наблюдать главное главное чтобы это было веселая и задорная игра напомним что победитель этой пары сыграет свечи гейминг а проигравший в этой паре будет играть против команды unknown в лузерах чуть-чуть попозже ближе к 6 часов вечера ну а в 2.30 пока все идет очень качественно в плане расписания весел короткие паузы своевременное начало то есть ну пока жаловаться не на что будем откровенны так что 2.30 приблизительно ждите на этом канале игру вичи гейминг против тебя пары вега у джи потом в 1740 если я правильно помню да я правильно помню 1740 по расписанию смотрите на матч анон против тех кто проиграет здесь ну а на главном стриме мы снесли за группой а там еще ничего не ясно потому что там dps newbie все еще рубятся ягэс фнатик все еще рубится там прошло было вас супер матчи супер она там веселая группа и и многим зале группа смерти а мы в своем превью просто сделали 4 пиво и во всех 4 сказали ну кроме группе c что блин это группа смерти черт его знает ну да здесь вот кстати про вот эту группу можно так верить вега вичи олджи прям надо играть сейчас вега переигрывать вичи гейминг вообще было бы конечно супер шикарно очень сложно это действительно сделать сложно но и как мы видим это и правда 3 решающая карта потому что вообще никаких столкновений до выхода крипов война от не забирают руна спокойно другие забирают рону тысяч смекаешь на то что у нас будет счет там 33 на 17 минуте что но вполне вполне минимум на начальной стадии не хотят воевать ну что же соло мы видим стоит уже своей легкой ждет флая флай сюда бежит пока в соло на этом лече к соло в соло идет флай ну и пока будет стоять действительно во флайме здесь один лич и лично флайне вы знаете кушает крипов линию оттягивает на себя и принципе стоит довольно неплохо свой экспо будет получать но я больше рассчитывал на то что здесь будет лично ведь в миде и помогать ноутейлу в первую очередь нет лично будут харде дом сейчас чуть-чуть в лесу и скорее всего припрется раз но опять же черт его знает что пока ему и в лесу неплохо он съел крипа который сторона да и мог бы в принципе поставить потом это много времени за форме для этого на 2 времени для того чтобы сделать так но в сложной личку получить за это время level . да смысл этом но два с половиной как бы уже расплавил его вполне неплохо от дом пройдет надо пойдет конечно в свою сложную линию и будет он стоять место с личом как принципе ты предполагал так она и будет против паши против шок мы ну и соло пока тут в лесах делает пола на второй стак ну то есть лёш делает пока все здесь качественно и все здесь правильно абсолютно ну а тут маг сложно тем временем тоже два с половиной в двух крипа убил пока не особо боится понимает что криту взять и вряд ли с мира к вам взять и просто его убить в случае есть спринт и уедешь от лейд фьюри и никто тебя больше не смотришь на клей тот ман но валить немного муна не пускают на линию что он стоял на лайне в начале стоял хоть и ждал руну но по-моему немного рановато это руна то пришел он даже до сих пор еще не появилась и слушай две руны могут сейчас забрать вега сквадрон до выбегает магна руну и магна топе сбирает баунти то что надо снизу реген забирают соло прям то что надо делает вега сквадрон сбирает обе руны и все окей мага треки с половиной уже уровень суши он пошел в лесах искать муминдера то кстати ему то лицо разобьет довольно плотно этому муминдеру если застанет сейчас он его застанет убить он его не сможет на ковыряет хорошо на базу отправит он все равно уфлейнер ну там налоги особо тоже то ладно базу не отправит он все-таки 4 хелс регена анга так что к паре галса тишка сил ну да правда на базу не отправить с таким-то хепарегеном все уже надо возвращаться к себе на лаве я не знаю почему тусит я конечно понимаю что ли все дает крипов там под стрелал может быть это и надо ему чтобы армор чем надо может быть фай попросил типа дай мне еще чуть-чуть там я там все сделаю часть армора нужен будет естественно в игре на него ставка довольно большая посмотрим за без айс армора будет играть невероятно слой с армор будет хотя первого левела его полностью хватает потом понятное дело поднимется сейчас главное чтобы слово был момент кстати пошел драться уже с соло и семой или роминг супер роминг дум на все второго левела он забивает вообще практически на себя полностью бегает по карте и практически таки ничего не делает и все его движения вот эти какие-то не совсем понятные в это время века делают вполне понятные движения не будет пачку крипов на одних на вторых и даже уже на третьих нейтралов потому что съемках подхиливает и стабильно тебе денежку ну и все мы сейчас еще поубивает здесь этих крипов очень круто здесь отыграл все мы вместе соло ну правда даже два крипа останутся и еще и он их вот сюда вот сможет да не понят они побежали просто обратно на линию вообще первый раз когда я вижу чтобы они заформили 3 очки нейтралов и выжили да и действительно четыре крипа там теряем на руне флайп проблемы затупили его избивает флая но все-таки должен уходить хило хватило да на хайграунд флай прячется двух речек не хватает двух тычек не хватает собственно для того чтобы добить а флай забирает соло его флай да вот такое фб незамысловатое на четвертой минуте ночь наступила и начинает солодь у нас воевать убивать воевать мак бегает по лесу пытается там что-то найти пока ничего не находит по пару кстати дпшечка потихонечку но она вырвалась вперед в начало но потом об магнуса в медиа магнуса медиа и мали убыли неплохо пятки мак пришел и это так же как первую также как третью карту начинают очень качестве и это радует и это действительно очень даже радует так и над сталкер сталкер четко чуть тут муна горова но всем мага съест на любом случае у него земля-то в холдауне тут и пануть некому так флай видя нет не будет выходить на соло пока все на шестая минута игры ну надо что-то делать потом будет с мираклем но интересно как миракль будет во что он будет одеваться пятки что это будет за джиггернаута будет жиггернаут в стиле сити уа из ехоум который будет скорее всего саша яшевый и скадивый джиггернаут саша яшевый и скадивый джиггернаут потому что тут ему нужно будет очень много демоджа он будет получать очень много урона от бафа магнуса и от него будет требоваться просто этот баф реализовывать а чтобы вы реализовывать нужно жить все он все купит момчик как делать эти вайта это давай до свидания вы сразу яши момчик поехали до видишь нормальная веселуха будет положить такое не прокатит точно да ну что паша тридцать четыре на 16 имеет шестой уровень есть тем временем по штампе на на руне флай на хосте пугает людей и отступать нажить этот флай убивца если бы он кстати нашел какую-то другую руну там типа кого-нибудь регена или может быть иллюзии он был могу встрять от этого сталкера так нашел хосту из петлял спокойно пока спокойная игра есть два фрага сделаны действительно то о чем мы варили очень-очень войны эти и тихонечко начинает команды стаков посмотри сколько уже могут сделано у и лайв стрел флайв стрел хотелось эти походу очередной стак но здесь его соло должен добивать да тут мансы мансы и в итоге она добивает что умереть на ночь да и он тут еще и убить кого-то может не ну должен умирать а это под 4 левела товарищ развернись поделись ним словом 4 левела чувак ну правда айс армор там и убить он все равно не сможет он сделал свой фраг все нормально вот по поводу таких эншентов это для джиггернаута все он уже про и соло сдает эту информацию да прекрасно все известно и надо бы туда тыкнуть вард и пойти джиггернаута там поймать нужный момент что он будет очень побитый варты конечно крутая штука но во первых пока у него кстати прокачка немного не такая то есть он быстро этих эншотов не зафармит у него на один взятой дэнс как бы и все даже варда нет то есть это чисто такой агрессор снизу поймали умели это конечно тайминги просто там ломал все с кнопку и реверс полярите для того чтобы успеть и посмотри на рп наведи я на файт рекапе навел на рп и и он нанес дэмэдж то есть он да он зацепил он зацепил но не убил магнус очень побитый по дурной в миде ставор падает вот это конечно момент да и вышку забирает бега вышка забирает 4-0 счет там рубала рп первые заюзные вникла и ну это конечно то что надо на это супер по красиво начинается игра красиво для веке но не очень красиво для уже скажем так опять таки есть такой но каждая карточка тогда мы отмечаем где с тобой на десятый метр штук и 2000 преимущество там так далее ну что дальше так проблемки серьезно вот так вот капу это копыта большое какое-то это за рэнш у этого ворс томпа ворованного неважно вам там все равно не должен был умирать чисто из своего регена вот эти эншенты которых нас так или с большой вероятностью могут зафармить по итогу вега и тогда начнется такой лютый сноубол потому что они своих аншентов там по хотя их они даже не стакают флакан в 2 то тоже как бы не самый фармящий все будет нормально тоже какой-то странный смог то очень странно но ошибся ошибся на топ-1 мак мак пытается выиграть время здесь меккаль ушел меркаль толком не знает что делать мир капитает отсюда на крайний случай ты просто уходишь что я прожал вот фьюри крит близится к своему шестому левелу но комбинация очень жесткая вот опять у нас игра складывается таким образом что вот вега казалось бы имеет все козыри на руках у них все вроде идеально все офигенно но у ог слишком лютый замес но у них реверс полярити у них надо учитывать всегда винтер виверну всегда надо учитывать дум брингера со своей ультой и очень много факторов которые надо учитывать но одно радует то что они собираются в пятером да зал случае чего там сзади стоит грейвом сэйвит и герой достаточно толстый пока дэмоджа вот под этот рп под курс винтер скверс вот верно дэмоджа тупо нет не убьешь никак то есть этот же джиггернаута слабый потому что опять как мы повторяем а пока никакой только 10 минут юриума имеется больше принципе чо нибудь ты крик вас происходит и не понимаю почему и кричат так люди видимо это параллельная игра там идет виртуз про против newbie а или знать против егэ ну где-то идет лют экшн еще один товар забирать вега это уже третья вышка для них свой товар они не отдали него за дна или в виде тут же сразу будет попытка защитить товар а помиду веги ну кстати хороший вард очень хороший варка здесь стоит ауджи всего не видят хотя прыгать на флая мак должен его застанет мак станет флая флая разорвали они даже 6 до сих пор нет при том что он так хорошо начал а суша виверну а виверну а виверну виверна виверна заканчивается арктик бёрд пытается убежать нунчик должен спануть да и это еще один минус двух саппортов забирает товара депили 6-0 вега сквадрон 10 минут прошло красиво красиво магнус и эйншенты ой 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 как щас обидно должно быть кто-то подпись не торопись его щас запарлить надо 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 и надо сюда бежать даже должен выхиливать понимают ауджи что сейчас очень много не терять потому что вард есть слабо не видят и могут быть проблемы ведь надо очень быстро отсюда убежать может быть даже стоит немножко они что хотят этих оставить но нет чайника улича как уже говорилось да и все-таки оставили поняли что тут можно и стать поэтому я говорил что блин этих эншентов не так просто звук спалили мира клясиома может удар на себя гривы очень хорошо смывать повесить рф ну там сразу щеку повесили там улетит но а паша нет там улетит паша в таверну ну ладно потеряли одного но вот 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 не стоило им этих эншотов трогать во первых они сейчас еще продамажили то есть я стану джиггернаута повесить этот баф и он придет спокойно заберет этих эншотов под хилочкой это не проблема будет еще и тауэр теряет но этот мух вот видишь как им боком вышел или же и же драку надо было сам ай хорошо а просто шикарен суши мира клещи здесь пытается за 105 вард надо разбить нет вот так просто не разобьешь этот гюард проторонят мага нет успевает откинуться крыша в итоге он не протаранили мага бегает шок вайп будет от одного он убьет нет он пытался не заметил не видел куда бежит то что дать сталкер ночью очень маленький vision ты не понимаешь вообще где-то против ничего он делает ты просто где действуешь наугад боже какая у нас играл и нажал убежал надо ловить крита на паре крита нету не артик верно есть у него конечно конечно остановочка такой он старин мало крови отделать и вот решили решено забрать тоже довольно важный мог то что тут сейчас товарошек и нечем вообще отбивать аг и в меньшинстве при этом еще и побитые нужно брать свое ну да дума нету рп нету а мне слэша нету и пока действует ультимейт большие забрать и не что конечно сейчас он свободно забирать флаг и на другую сам сейчас как-то прям какая-то сказка для веги а на данный момент оказалось бы да как могло все быть они могли бы забрать товар помиду потом добить эншентов которых им продамажили там любезно и потом еще может быть в теории забрать иршана но в итоге на уже динайли эншентов по щам надавали но реально вега не дают вега не стоят не ждут душат душ от своего противника и это и это это пока хорошо но главное не расслаблять булки потому что мы знаем как в доте бывает расслабляешь булки сразу между эти булки тогда тут макс слегка под расслабил но пока ой 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 очень больно грейфчик хорошо ты посмотри всем еще раз еще и подстанет перед смертью и может даже и не умрет кроша но последний тычка от леча все таки залезает но слайд должны убить да ладно мир и рожать ой 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 слэш нет его не отпустят забивает его боевом там еще и дазл по думам ну да зл пофиг бежит как ни в чем не бывало под этим думам трое а где вич умер я даже не заметил лечат кулдауны потом его там чем-то добили но тейл тоже сейчас погибнет а слушай ты посмотри что делает соло боже соло в соло ноутейла просто шикарная игра о г лезут о г лезут на своего оппонента не имеет дэмоджа у них просто его нет вот просто нет этого дэмоджа и они все равно лезут но может быть расчет не подумал влад мир сам и как-то переживем их в длительной какого-то каком-то каком длительном убер замесе дал то есть то что имеют по словам убирать какой-то замес продолжительностью там в 22 минуты где мы там рубимся рубимся у нас там есть влад мир ты у нас есть ас-арморы и там биверну биверна в 6 лоб братаны это плохо там соло соло вы дает конечно невероятную игру на анальдсалкер это просто чудовище даряли чудовище про по-другому не сказать посмотри на его бэкпак откуда но откуда у тебя все это он стоял против магнуса имел доминацию к нему пришли помогли мало то что надо комит доминацию мы пришли помогли убили раз убили два потом вот сейчас леча подрезал который но увеличивший если бы не лечь что там выживал сто процентов маку он уходил практически но вбить своей жизнью поплатился но за ты чашку это выписал но он плюс остался речь само собой до этого падает сушки одна вышка осталась у команды лучший 1 но это же у тебя не могут зайти на т3 там нечем драться нет он не да да это будет очень-очень сейчас важный момент и ты посмотри как на пятнадцатой минуте потерять линию это невероятно позже еще аэгис не забываем на секундочку так что можно и посерьезнее подраться мирокля пробила чуть-чуть не хватает на даггерс лордеру так бы сейчас я думаю уже было надо издалека надо издалека сейчас нельзя наклеить издалека добить савар там нет глифа ну почему забоялись крипов нет неужели побоялись все-таки решили отойти ай ну надо было добить все-таки мое мнение сейчас ситуация такая что очень боятся уже у джи я думаю не два раза полезли там видишь там уже заканчивался экзорцизм и непонятно откуда в тебя залетит этот магнус со своим рп там чужой чайник есть уже как бы комбину что-то уога вполне неплохая и когда у тебя экзорцизм кончается ты так думаешь а может быть все таки не надо нам этот товар ты мы сейчас с пятером здесь вайпнемся не дай бог то трудно еще хорошего не получится с этого из одного товара слишком дешево вот ну вот хоть и тот самый сармор он какого там левела не сильно высокого наверно только первого первого товар не упал я думаю за счет него прибавился против ульта больше но в любом случае сейчас по кулдауну этого ультимейта то есть ровно через минуту вега должны собираться опять давить по деньгам бега ведет на данный момент восемь с половиной тысяч голды до 3000 экспы но восемь с половиной тысяч голды это очень много и надо как-то постараться сейчас наверное реализовать это преимущество по-правильному маг blink не правильно я понимаю должен должен блин как раз там денежка было доделал свой blink вот тоже как раз таки еще один еще одна причина почему они отступили потому что им реально там буквально не хватает до блинга там буквально чуть-чуть до фармить себе бкб на гирокоптере уже тогда набрав эту массу пойти и задавить своего оппонента дома маг ты посмотри какой ног вы просто этот маг до респекта людьми и не он не боится действительно там у соломит магнуса есть блинг даггер этапа у дума есть влад мир сын фэйзы ничего на дэмэдж ничего на толк на защиту нет а у джигернаута только-только появилась яша очень слабо партия идут а здесь по-прежнему и аэгисов умор по-прежнему он не потерян и не будет потерян еще 20 секунд окей такая себе инфа но суть в том что вот-вот он пошел по кулдауну ровно по кулдауну заходят и и глип вот он успевает успевает себя поднять а ну нормально и теперь уже ломаются лица я поздорове суши есть байбайк и это может быть опасно отменяет степи сюда падают бараки макс забежал слишком далеко пока я получаю дума бага да это провал полнейший просто отошел не отбежать уйти 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 леча убили и уйти они убили леча убили дома ставили байбайк снисти порну и уйти ребят не драться продолжение не нужно потому что тут уже ты ничего не сломаешь провисимо вегас квадро супер коненько ушли сколько нам куда ульта 100 секунд через 100 секунд пошли сниз лимит да они могут уже собираться прямо практически сейчас там подхилиться и бежать пока не дойдут там уже как раз таки ульта и откатит просто все очень очень четко все по таймингам молодцы там 70 минута идет в игре не убив об этом просто рвань полная какая-то пресс мы не забываем что это на канале дота мейджор ру канале дота мейджор ру 3 также идет матч фнатик против егэ это уже третья решающая карта группе а за руб и конечно то что надо ну и здесь и третья карта уже идет и вот это best of 3 я не знаю мне кажется что это как мне кажется что это первое настолько быстро и не знаю может это на одном дыхании вот этот вот вот матч проходит у нас ну круто круто не согласен игра очень красив но главное сейчас не останавливаться не решили пойти все-таки по топ линии там стоит еще т2 возможно чтобы придавить уже еще больше к своей базе миракль понял что большую убить вообще не поставляется возможным сейчас потому что у нее есть ветра станов у команды уже ровно один это ультимейт магнуса ладно еще ультимейт виверный то есть ровно 2 а героев там намного больше чем 2 но вот если бы они не пожалели doom на эту баншу и убили бы ее все-таки не дали ей поднять себя ветра потому что когда она себя подняла ветра я уже туда же она уже там было она уже выжила а так бы ее убили и может быть получилось бы хотя бы отбить линию но был бы грейв же еще был бы хилт ну да 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 поэтому тяжело при любых раскладах суши вот и ультимейт боже ну как они когда получается 3 через 2 секунды откатывается ультимейт и заходит на т3 какие просто невероятные тайминги у веги все очень четко глифа нет вот вот есть ссори ссори уже есть уже есть ли потом про юзан но глипс и так кончится ультимейт но она по-прежнему будет работать крипы поумирали ну и что опять но она миракль далеко пошел мы так пейте его рукой боже хотят это очень дороже вега очень хотят в этот финал винаров против вичи так но нет с одного захода не удалось не удалось в этот раз не знаю посильнее стали но видишь они даже у товара того сути током по и не сгрызли если в прошлый раз они прям всю сторону сломали тут даже я не прошлый раз там товар то и был побитый раз они сломали того или живой и потом пыток и первое потом вторую но тут айс армор мы видим шестнадцатый левел лапнет там уже будет порядочно больше на 7 душ так скажем лучше вы вылезть это зазы и от хитрин даги чак зачем тебе блин да ну хотя с другой стороны приду да дум с блин ком это очень сильная штука я если не понимаю зачем вот этот от голим и вот этот как он съеденный крип голем как же попался но какой попался за столько минут блин я даже не знаю это по моему можно вот а там чем-то там при а нить я я прям не знаю не это совсем плохо это очень отвратный крип для такой минуты нужно искать явно что-то полезней спал не заблочили в интервер на его блочит благополучно него молодец крит молодец что думал там крипто не нужен никакой правильно тут как раз сатиры так ну что на раши возле рошана тусуется ребята из веги ждут конечно появление камни голову по быстренько бы его забрать за черный хэн что примит паша паша бкб тоже то есть я снова пика веги и это как раз таки строится на выживаемости на том чтобы переживать на том чтобы стоять довольно длительно и бить товара и конечно вот эншит и бкб шки разнообразных это именно то что надо команде века на данный момент и рошан и рошан на который уже конечно же не пойдут ибо понимаешь что они сейчас в разы слабее и не здесь просто напросто умрут и пи 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 чуть-чуть а падает рошан без какого-либо сопротивления не мотот же что если они не база подерутся то их там сразу похоронят вместе с этим рошаном и паза уже туда упадет а так еще можно побороться но еще на стадии драфта вот до говорили про от этого магнуса что он там будет на хай граунде откидываться до откидываться там пытаться что-то терпеть но это единственная надежда как бы что он прыгнет зарпаж от кого-то завезет под условные ты 4 и вот как-то так вот миракль раскручивается но вот неужели на мид решили почему на мид и не на топ опять таки вот магнус очень хорошо колдаун тоже хороший но она не засейвили и тут ошибка наверное все таки все мы сейвят пашу после дума и тут отбились а то есть а егерс у паши а что дальше то дальше вот именно что непонятно а там еще если мне нет ультима и тачкина то но пашу все равно убьют мактан сутро и паша расстреливать людей маг неплохо порвался ваша продолжает драться но мало тем же делит на всех мира кольца паша до конца не видят ваша пока нет урона в этом проблемка у него пока кроме бкб ничего холода и не имеется пытается убежать паша раскручивается джаггернаут и буквально еще пару . уже сделать джаггер его конечно догонит еще и фейзы барабаны так а там же параллельно подрезали все-таки в интерверну соло отхиливается и убегает съемка оба хорошо на флая флая убили в окно заторонил макс обман и уже практически не осталось есть только даггер могут убить муна еще должны убить всем оставить тебя там у на убивает тоже но сема сема ты полного пытается убить но ты ломать до конца будет листашка хорошо по стычке буквально мирок на теперь и мирок на теперь облипай бы на него повесить и форта а до секунды до форта да ладно но прикольку повесил так делать и на боже какая война пошла так а сейчас он подрубит ульту и что им они не подоконят это еще ульты на там лагеря зал его убили ну и отбились егэ и огэ и как много они здесь заработали крест пришел подрался еще на ультра затяжной файт получился там крипы т4 бьют но это не столь важно как бы тут уже отобьются еще раза два то они станут сильнее они вот уже отыграли 4000 голды и такое бы на самом деле не был бы уверен что они станут сильнее они станут сильными но сильнее еще пока до сильными тут понятно за два файта вряд ли отыграешь но имеется ввиду что отбиваться если дальше не продолжат отбиваться то в принципе как то так вот вышло что вообще конечно у гирокоптера нетворс не такой уж и маленький но у него нетворс по идее при такой игре должен быть гораздо выше из своего виду все-таки упускают какие-то стаки все такое гиричу если бы он на этой минуте имел еще хотя бы сашу яшу а он мог бы легко себе иметь еще сашу яшу учитывая да сколько всего поломано порошана убили все этого разнесли и как бы статистика в их пользу все 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 в пользу этих ребят но вот начало заруинили его лечит этот ел крипов и гирич с одним бкб бегает от 26 минут по выходу но хотя идет на третьем месте по нетворс и казалось бы все эти что там у лёши с аганимом вот-вот-вот он аганим появляется у соло 26 минута блин соло конечно что вторую что третью игру выдает просто у него на night stalker и нетворс почти тоже как у гирокоптера в итоге вот за счет этого night stalker а сейчас будет опять-таки удобнее и выгоднее драться веге мы с вами спрятали века будут ли ждать третьего рошана слишком много времени слишком много времени надо давить на сжимать у джи надо стоять на хай-граунде но вот здесь вот то есть на лоу-граунде стоять одной больше никому чтобы никого чтобы рядом не было и стараться так что ее одну в рп затянула ну это наверное единственный правильный вариант продолжения событий сейчас веги не хочет нельзя останавливать они это прекрасно понимают лучше нас позже там уже 77 минуту поедет параллельно матч на канале дота мажору смотрите обязательно супер заруба вы на канале дота мажору 3 и г фнатик третья карта так то но время затянулась бога начинает потихонечку уже более уверенными становиться себе от джаггер взял мантукс даст мне саша яша манта взял чтобы сбивать себя амплифая сбивать себя сайленс вот исходе уже выходит а вот из колеса и сколько он перед скади и пытается вылезти куда за 27 минут вот это конечно мир около не сильно пожаре при том что тебя настолько давят да ну просто последний этот марка убьет его маг да ладно реакция просто то что тигриная какая-то там я даже уже не знаю вот это маг дает как будто знал что на него сейчас толпой пятером пойдут на и сказать что типа он там дофармил нейтралов поэтому бринка носа то есть нет нейтрал еще не побит не добиты поэтому реакции правда хорошо это очень радуется на 33 минуте появится рошан ждать его не думаю что стоит веге ну хотя враг на базе уже не фармят уже одну линию отпушивает как-то и сильнее они явно не станут то есть явно сильнее сказать вот пока пофармить уже хэнштаба две линии подкушить 16 левела большие вот вот он есть уже уже дождались есть 3 экзорцизм ну и можно творить дела можно творить дела но вот сейчас и правда fight если проиграют вега то это уже будет для них переломным моментом тут проблема даже не в том что у джи лейт сильнее в плане джиггернаута в том что в затяжной игре магнус со своим рп doom и винтерскерс это очень сильные способности сильнейшие способности в доте против них нельзя ошибаться вот смотри соло видит все абсолютно все видит соло вот он пока за то время как ничего не видят вокруг себя у джи соло показывает соперника полном составе но далеко далеко сейчас все остальные может не стоит здесь в лесу все-таки драться соло может кого-то цепануть ну либо арт маг маг прыгает цепляет у нас крита он цепанул по ходу не поверил что цепанул просто просто опасно опасно прогнали уже объяснили уже что ребят мы вас видим как же фармит мирок или он вообще какой-то нереально если 16 косарей над ворс это очень много очень много и вот такой джиггернаут под зареблами вышеперечисленными разваливает кабинет и только в путь надо и не забываем еще что им power на пацане висит и еще хуже если бежит этот дур машина с тридцаткой армора и при этом у него 300 урона и он критует свеч сплошой идет при этом он бегает как бешеный то есть это не тот милишник который еле-еле до тебя доходит и лишний который к тебе там на полном ходу кабину врывается к вот продолжает этот кэм фармить нравится ему походу этот кэм а почему бы и нет опять не пробивает прыгнуть такой не но это чтобы не спаунились врагу понимаешь я не знаю что он делает афон тут него до колбасит по ходу или чё с ним маг тут просто нервничает он только только что-то увидел сразу же по ходу реально он же понимает что его то могут поймать и поэтому видать он как-то прям ультра ультра супер осторожен до ультра стратегии палец на кнопке просто лежит и иногда сам не нажимает раз случайно из-за тяжести просто пальцем нажимают ну что сена 7 30 минут позади 10 тысяч ведут по-прежнему бега ну а то уже начинают наглее себя чувствовать начинает вылезать с базы все дальше и дальше и бега все-таки ждет рошана ждет третьего рошана хотят аэгис на нервный сыр хотят на большую аэгис на гирокоптера баньша до 21 армора ветра стики а сыр то есть успеет на его прокушать в любом случае а ну и аэгис на гирокоптера ну и скорее всего драка в принципе может получиться качественно я там смотрю вирту спрощу не могут это да там невероятная игра там просто невероятная игра там какой-то там 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 вообще космос там так это у нас поймали стемочку и все мы решали варты еще что-то ну по крайней мере 40 секунд до рошана больше чем 40 секунд поэтому успеет он появится но уже намекает беги сейчас что ребят вы нас отпустили вы нас зажали в углу не давали толком а раздуплится но вы нас отпустили и мы будем пользоваться тем чтобы нас отпустили мы пойдем наглеть мы пойдем как подальше из базы и все у нас будет хорошо как же глюта камбек вот на самом деле эти и джим как же джигра сам такой это класс команды уметь играть боже какой-то просто какой это полная 6 происходит вокруг нас от бирту спрос ньюби играет и и крик такой стоит у нас тайские комментаторы просто за одной стенкой английский за другой стенкой и башер появляется башер появляется у джиггернаута да теперь еще и выходят шмоточки которые будут но он и так замедляет выиграли такие вопа и вопа проходят в финал винроут играет с победителем пары игр офнатик ньюби отправляется в лузуран ну матч конечно 82 минуты ом и гвтп бивер с аганимум зарешал так раз шанчик сейчас появится будут его наглую забирать вега так вывешивается армор но она не полдит армор кто-то всех попал на ново на нет он не хочет но все равно попадал что он сошли машина но и спокойненько его надо бить здесь лучше ждут просто вот и смог когда они не хотят отдавать аршана бега понимает что там с малой вероятностью могут им подарить рожака и естественно играет грозда осторожней вот тут мы видим все подай с армором и плюс 32 у дума уже так смотрится довольно внушительно ближай сами заберут но уже повисится если они начнут сами забирает это будет палево серьезное палево мкб гирокоптер это очень важный момент ну и что неужели это не отдадут так вот нагло да ладно да ладно вот это слишком нагло по моему а там и сыроеде и это берет да что ж такое ультимейт заюзно да почему пошло шашево машина очень хорошо крыш тоже под боим если убить китай дать ему заюзать ультимой то походу улевает этот ультимой паша паша под дизайбл об его джигернат он не слышим вот джигернат пока он не убил джигернат почти 0 дэма же наносит его сейчас кстати убьют крита я потратила все что можно да крит убирает это минус 3 очень качественно и джигернату надо добить и потом его еще раз убивать джигернату убили и теперь еще раз пока действует экзорцизм главное его застанет, ничего не сделает здесь NoTail, Miracle в сайленсе, Miracle, извините, в сайленсе, прокляли его, Miracle, и это еще один минус, ну, Вега, отлично, отлично, ну, слушай, там NoTail еще догоняет, Маг, что творит, вообще, Маг, еще один удар, NoTail забивает, Маг, это полное вытирание команды из 5-ти мужчин, в исполнении Веги даже из 6-ти мужчин, ух ты ж, какие наглые, то дождаться, когда забрали Рошана, они настакали на себя армор, Дарзл повесил армор, они немножко потерпели, подождали, пока он натикает прилично, и потом пошли и забили болт на физдэмэдж джаггера. Есть 3 байбэка, есть 4 байбэка, чейн прост, отбежать, отлично, он прыгает, кого думает, ульта в КД, у него нету ты, у него нету ты. Мага потеряли, ну, очень много денег было потеряно, Олджи, невероятно много денег, и вот эти все байбэки, и, ну, я не знаю, как это все купить, и просто это такой удар по деньгам, по кулдаунам, это... Ну, зато это не конец, для ОДЖи это очень важно, для ОДЖи это очень важно. Но зато Вега сейчас еще один момент прощупали, то что если настакать на себя армор Дазла, да, закинуть его заранее, подождать, пока он там более-менее натикает, и потом идти драться, то бояться, в принципе, нечего, не то, чтобы прям совсем нечего, да, единственное, чего бояться стоит, это РП, Магнуса, который может заехать там в более чем 3 цели, вот, то есть, если в 2 заезжает, не страшно, то есть, тогда бояться и правда нечего, и плюс, потому что есть еще и Дазл со Сенсолар Крестом, который тоже, как бы, ты вешаешь на фокусируемую цель, а это в основном Гирокоптер, его надо сейвить, Гирокоптер, ну, и либо ДПшка, ДПшка просто уже имеет кучу армора, а Гирича желательно вот, укреплять. Ну что, продолжаем смотреть, 22.9, Вега, одной стороны уже очень давно нету у команды OG, и очень огромные проблемы у OG, мы приветствуем всех, кто там присоединился Кстати, каким-то образом Сыру Банши, правда, да, тут в чатике посмотрел. А как это у нее Сыру Банши оказалось? Я не знаю. Где-то она там забрала? Может, Джаггер там перед смертью, типа, ребята, заберите сыр, не убивайте, но... А у нее не было сыра, у нее был Аэггис, но как-то, может быть, забыли, может, кто-то не прожал, потому что драка началась, там, Джаггера одного оставили, драка уже пошла, и вот как-то, может быть, так получилось. Да, может быть, может быть. В том замесе уже точно понять, как оказался Сыру Банши, это невозможно, просто потому что там уже творился месс, и, конечно, намного было интереснее наблюдать за там спортом. Там очень многое решило, что, да, двух суппортов цепанули, но, правда, Винтер, верно, все равно Суинтерскер заюзал, вот в этом-то и прикол. Чайник Лича — это не особо штука. Ну, она заюзала его в БКБ, чувака, которого там очень далеко где-то... Ну да, грамотного Винтерскерсона не было. Да, из своих бил только Соло, который там ручкой гладил, говорил, Паша, сейчас все будет нормально, Паша, успокойся. Отмёрзни, Паша. Да, отмёрзни, Паша. Паша, отмёрзни, Паша, я с тобой. Вот это, да? Вот, Натисталкер с твоим ртом вот этим, Паша, ешь на богу. Натисталкер опасный, конечно, дядя, со своим Даркнессом это же нереально сильно порезает Вижен, а Вижен в Доте, ну, как минимум, для профессиональных игроков это очень много, если там в каком-нибудь папочке может не особо решать. А тут твоя инициация, насколько ты чётко всё будешь юзать, это решает именно разведка Вижен. Да, там иногда, если посмотреть на растянутые драки, там бывают такие ситуации, что в драке, если она идёт в двух точках, то между этими точками темно, ты даже не видишь. Да. И это настолько неприятно, туда, ну, что угодно, можешь зайти, Джаггернаут куда-то может просто не улететь, куда он должен улететь, перепрыгивая. Да, да, да. И это не то, и это, конечно, очень не круто, ну, что? Джаггер хочет себе МКБ сделать. Посмотри, чё, Мак купил, Кираса, появляется у Мага, а там Кираса есть? Суперкруто. А там нет Кирасы. Кираса вокруг сейчас Семаура, ещё и Даззл настакивает Эрмора, ну, всё, давайте, ребята. Ну, давайте, в путь, вслед за Вертус Про, давайте, давайте, Винера. ВП уже ждут победы для пары ЕГО Фнатика, напомним, что победитель этой пары сыграет свитчей, и смог до сих пор не падать, мяк, по двоим, голдаун, саленджи, хорошо, думаю, нет байбэка. Есть курсана, ноуана, неважно, опять соло, один гладит ноуана, абсолютно неважно, Миракля, Миракля, можно дубить, тут летает Чейнфрот, всем пофиг на Чейнфрот, разгоняет подальше, забрать бараки, забрать бараки и идти на топ, и идти на топ, делать мега-крипов команде УДжи. Можно сказать, что Вега ныряет, все такой винарот. Вижен, Вижен, ребята, стоили на хайграунде, двое, они не видели приближающегося мага, который прыгает, даёт станс под моим, Сайлентс под боем, Дума, нет, ничего нет, РП, конечно, завязал, но Тейл, он красавчик, но этого мало, этого не хватает. Так, вот он, уодит, и вот он Маг, опять толпун, Миракл, в таверну, нет байбэка, КГВП, Вега, Финайли Винерол сыграет против Вичи. Красавчики! Прям, муж-чины. Муж-чины! Ух! Какая серия, какая была, офигительная серия. Из трех карт, то есть, из трех возможных, все три карты мы видели. Во всех играх всё было достаточно чётко, то есть, не было каких-то суперфейлов. Была чёткая игра от команд. Костяков, реально, вот, как обычно у нас бывает, мы сидим там, ну что ты делаешь, у вас, а что ты покупаешь, у вас, тут такого не было. К нам даже никто больше не докопается, что мы сидим и там кого-то гнобим, да, то есть, тут реально всё было настолько чётко, ну вот, молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok